МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Как говорил Константин Станиславский, театр есть искусство отражать. Искусство отражать время незаурядных личностей и артистов, способных посвятить всю свою жизнь искусству великого перевоплощения. Сегодня мы побеседуем с актером Чингизом Капиным о театральных постановках, работе в кино, а также о семье, взглядах на жизнь и мечтах. Эта программа о важном по душам. И я ее ведущая Зара Есиноман. Чингиз, добрый вечер. Добрый вечер, Зарой. Очень приятно вас приветствовать в нашей студии. Очень отрадно, что совсем недавно состоялась замечательная премьера вашей новой театральной постановки «Зовите меня Джордж». И вот как зритель хочется отметить, что мне показалось, декорации были намерены такими лаконичными, для того, чтобы актерская труппа передала полнее настроение, эпоху и окружающее пространство. Вот какой вам представилась эпоха великого джазового композитора Джорджа Гершвина в процессе подготовки к роли? Спасибо. На самом деле отсутствие декораций на данный момент в современном театре очень важен, потому что сейчас, когда актерская игра оголяется и когда действительно перед артистом стоят трудные какие-то преграды для того, чтобы создать ту или иную ситуацию, тот или иной образ, который был связан с историей и жизнью великого Гершвина, то мне, например, как артисту современного театра очень интересно. Благодаря таким мастерам, как Ирена Аравина, Галина Пьянова, Евгению Жуманов сегодня не только я, как актер, но и также зрители, жители Казахстана, Алматы могут увидеть и услышать, что такое... Почувствовать эпоху, настоящую джаз. Да, почувствовать эпоху. Конечно, в актерской профессии очень важно удивлять не только самого себя, развивать себя, но и удивлять партнеров. Могу сказать, что комфорта единственное мы сами осознанно избегаем. Мы выбираем сложный путь, мы сами себе усложняем ситуацию. Вообще, мне нравится в творческих людях, для меня это большой индикатор, когда творческий человек не считает себя свободным, счастливым, спокойным, а когда, наоборот, есть какие-то преграды для выживания. Мы, безусловно, еще вернемся к жанру мюзикла, музыкального спектакля, потому что именно на музыке, пластическом движении, актерском мастерстве, я считаю, строится ваше творчество, такие составляющие три кита. Но немногие, наверное, знают, что начинали вы свою профессиональную деятельность как артист балета. И вот сейчас, по прошествии времени, как вы вспоминаете время обучения в хореографическом училище? Как вспоминаете эти годы? И что они вам дали? Конечно же, в первую очередь, это дисциплина. То есть это 8 лет ежедневной безостановочной работы. Это как большая трасса, как шоссе, по которой ездят машины без остановки на большой скорости. И предельно важно внимание. Сейчас, имея за спиной диплом артиста балета, я могу с уверенностью сказать, что я в гармонии со своим телом. Я всегда знаю, как я выгляжу, как я сижу, как я положил руки. И, конечно, все это дает большой плюс для моей актерской профессии. Совсем недавно мы взялись за воссоздание спектакля, который был создан года три назад по биографии Рудольфа Нуреева. Называется «Проба». О «Пробе» мы поговорим непременно. Это, я считаю, отдельный класс вашей творческой биографии. Спасибо. Но все-таки уход из балетного мира, да? Потому что вы не продолжили карьеру артиста в театре, именно в балетных постановках, да? Это было осознанное ваше решение? Или были какие-то обстоятельства, когда оставаться было просто невозможно? Трудно говорить об осознанности, когда тебе 17 лет. Там больше, наверное, все-таки какой-то азарт, горящий юношеский глаз. Там сработала интуиция и, конечно же, помощь моих родителей. Я всегда прислушиваюсь к советам отца и матери. Мама всегда воспитывала во мне вкус и любовь к кинематографу, к телевидению. Но так сложилось, что я окончил хореографическое училище. И проработав буквально полгода в театре оперы и балета, мне пришла идея родить слово на сцене. И в таком случае для меня был только один выход – поступить в театральный вуз. Вы родились в Актюбинске в 1986 году. Звучит как в 1905. В семье очень далекой, да, от мира искусства, театра, кино. Но тем не менее я обратила внимание, что действительно ваши родители всегда прислушивались к вашим творческим желаниям и всегда вас поддерживали. А не было ли у них опасения, что эта работа нестабильна, эта деятельность опасна, может быть, для такого эмоционального и хрупкого организма? Конечно. Я бесконечно благодарен своим родителям за то чутье и внимание к моим желаниям. Еще в том юном возрасте мне было лет 10. Сейчас, спустя 20 лет обучения, спустя 20 лет творчества какого-то, с самого юного возраста у меня были выступления, спектакли, съемки в кино, с 14 лет работа на телесериале «Саранча». Мне кажется, что сейчас, на сегодняшний день у моих родителей есть сомнения, потому что, к сожалению, на данный момент очень трудно оставаться стабильным, когда ты не знаешь, сохранится ли, условно, телеканал завтра, сохранится ли завтра любовь к классике. Ведь с каждым днем развивается очень много различных иных направлений в сфере развлечений и искусства, что связано с интернетом и компьютерными технологиями. Люди забывают о книгах и боишься, что вдруг завтра ты окажешься ненужным. На данный момент я очень люблю читать поэзию. Совсем недавно я открыл для себя книгу в советском издательстве еще, это «Переводы песен Джамбула». Джамбул Джабаев оказался для меня очень интересной личностью, потому что он, несмотря ни на что, несмотря на то, что он хотел даже говорить об одном, но в определенные обстоятельства мог создавать заказные произведения, но с такой человечностью и душой, что ты невольно веришь в светлое будущее. Когда он говорит «Прекрасная девушка из Казахстана», «Ты ябл не тоньше, нежнее тюльпана», «Танцуй, если хочешь, джейрана нежнее», «Никто тебя больше обидеть не смеет». Какая-то красота есть, и к этой красоте, мне кажется, стремиться нужно. Поэзия сейчас занимает мое все свободное время. Ну, от поэзии к дебюту в кино. Я помню, что это был очень популярный сериал «Саранча». Он вышел после фильма «Перекресток». И с вами на съемочной площадке работали потрясающие артисты театра и кино. Асанали Ашима, Бахтиар Кожа, Ирина Лепсак. Еще целая плеяда звезд театра и кино. Вы тогда были совсем юным начинающим артистом. Вот можно сказать, что именно там, на площадке съемок этого сериала, произошло вот это осознание, я хочу стать артистом, и я поеду поступать во ВГИК. Да, да. Конечно же, у меня была какая-то своя мечта, еще детская, быть артистом. Но оказавшись на площадке, где действительно было много профессионалов, мастеров сцены, моя мечта подтвердилась. Мне кажется, что это большая удача в жизни, попасть под крыло Абая Садвакасовича Карпыкова и быть на площадке с такими артистами. Вот о крыле еще одного метра грамматиков Владимир Александрович. Да, это так. К нему вы поступили во ВГИК, и у него обучались в его мастерской. Вот какими вам запомнились годы обучения в Москве? Москва в первую очередь научила не спать. В 2009 году я вернулся в Алматы, и сегодня, спустя уже практически 10 лет, да, 10-й год идет, я пытаюсь сохранить в себе тот темп, который был тогда. В институте я получил, конечно же, знания, которые я бы не получил в Казахстане, потому что Российский вуз, Всероссийский государственный институт кинематографии является на данный момент одной из самых сильных школ в киноискусстве. И сегодня я счастлив передавать свои знания с помощью своих театральных и киноработ своим коллегам. Я в это верю, что профессию можно передавать из рук в руки и из ног в ноги. Так обычно говорят в балете. Но и Станиславский писал о том, что все, что он делает, все, что он ищет в искусстве, он надеялся, что у него будут последователи. И одна из наших актерских миссий – это передача своего мастерства новому, молодому поколению. Конечно же, во ВГИКе также я увидел много различных кинофильмов. Это были большие показы, их было около трех раз в неделю, по два фильма. Мы смотрели французскую, итальянскую классику, советское кино. По возвращению в Казахстан меня предупреждали педагоги и мастера. Во ВГИКе говорят абсолютно всем студентам такую штуку. На первом курсе вы все поступаете, вы проходите сложный конкурс, и мы все действительно становимся такими как бы звездочками. Мы сразу задираем нос, подбородок повыше, сразу осанка, выправка. Но когда вы будете получать диплом, вы будете никем. И так оно и произошло. Вернувшись в Казахстан, не было абсолютно никакой работы, и все приходилось начинать сначала. Наверняка были какие-то моменты разочарования, может быть, такой творческой депрессии, упадка. Я ведь столько учился, я столько работал. И что помогло не сломаться, а протяжать? Зара, был, наверное, момент, когда... Все это, наверное, идет от воспитания и от семьи. Дело в том, что мой отец по сей день, с самого юного возраста, как они создали союз с моей матерью, он работает каждый день. Это трудолюбие. Мой отец рабочий, он трудяга. И благодаря этому, мне кажется, я не сломался, потому что я готов был забыть профессию артиста и получать какое-то другое... То есть мы могли бы и не узнать, да, актера Чекапина? Но сложилось так, что... Есть во мне такая черта просыпаться утром, и что-то необходимо делать. Я должен, я буду. И в один из дней я получил работу на кинофестивале «Звезды Шакена». Я очень благодарен Венере Нигматуллиной. Это, опять-таки, сближение с кинематографистами. Также я попробовал себя на телевидении, где мне очень много помогло людей, которые были неравнодушны ко мне. Я думаю, что все возможно, потому что даже не имея образования для телевидения, у меня нет образования журналиста, я получил такой счастливый кусок пирога. Конечно, начиная, опять-таки, тоже с самого нуля. То есть я носил штативы для операторов, озвучивал гороскопы. Позже начались утренние передачи «Зара вместе». Очень приятно, кстати. Чему я тоже очень благодарен. Это огромный опыт. Потому что сейчас мало думающих журналистов, журналистов о личности. И мне бы хотелось адресовать это описание именно вам, потому что, общаясь с вами, слушая вас, мне кажется, хочется быть лучше, умнее, приятнее. Спасибо большое. Спасибо большое, Чингис, за такие теплые слова. Безусловно, я считаю, что одной из, может быть, поворотных точек вашей карьеры стала роль отрицательного персонажа в ситкоме, очень популярном ситкоме «Золушка Зауре». Как вы работали над этой ролью? Я знаю, что она принесла вам просто республиканскую популярность. Действительно, это так. Мой режиссер, художественный руководитель Галина Пьянова с радостью отпустила меня сниматься в этом сериале. И я думаю, что она понимала, почему и зачем. После выхода сериала я действительно, как говорят, проснулся знаменитым. Очень много людей мне начали писать, восхищаться моей какой-то игрой, работой, ну и в общем сериалом. Для меня это был некоторый глоток и некоторый челлендж, то есть такая галочка в профессии актера, именно телевизионного. Поэтому, как только у меня появилась эта возможность, я использовал абсолютно всю свою энергию, всю свою смекалку и все свое вдохновение и воображение для того, чтобы воссоздать выпуклого героя, героя, за которым было бы интересно наблюдать. Не просто отрицательного персонажа, а персонажа с отрицательной харизмой. И нельзя назвать кого-то, вот он плохой, а этот хороший. У каждого есть своя история, почему он таким стал или почему он так поступает. Есть причина-следственная связь. Но герой состоялся, безусловно. И я просто читала многочисленные комментарии поклонниц, сколько влюбленных зрительниц персонажа, и в частности в актера Чингиза Капина. Вот эта популярность, вот это внимание со стороны женского пола, со стороны зрителя, оно вообще отвлекает, оно утомляет? Меня это только вдохновляет, конечно, потому что это часть профессии. Я стремлюсь к тому, чтобы быть известным, я стремлюсь к тому, чтобы люди писали, люди восхищались, люди давали какие-то отзывы, может быть, и не только положительные, но и отрицательные. Я с удовольствием читаю все комментарии. К сожалению, конечно, не всем успеваешь ответить. Я так понимаю, что все-таки личная жизнь остается личной, да? Несмотря на то, что многие поклонницы, они строят предположения относительно вашей любимой партнерши по сцене, я считаю, блистательной актрисой, Сулу Азимбаевой. Вот связывает ли вас что-то все-таки помимо театра, помимо творчества? Нас связывает большая любовь. Любовь человека к человеку, любовь к другу, любовь к партнеру. Сулу действительно, я соглашусь с вашими словами, она особенная актриса, человек, имеющий уникальную какую-то харизму. Мы вместе с ней идем бок о бок. Бывает, что у нее больше ролей, больше премьеры, у меня некоторые застои, но потом мы меняемся этими ролями. Все-таки, когда мы остаемся вдвоем, один на один, мы прямо даем друг другу какие-то советы и прислушиваемся к ним. Для меня союз с Сулу Азимбаевой очень важен. Это большое счастье иметь своего партнера, не только по сцене, но и по жизни. Прекрасно. Ну, я думаю, что все-таки, наверное, сложно строить отношения с человеком, который тебе близок не только на съемочной площадке, не только на театральных подмостках, но и в личной жизни, и работать с ним на сцене. Я слышала, что характеры-то у вас, у обоих, не самые, так скажем, легкие. Да, это так. То есть бывают ли какие-то, может быть, диссонансы в отношениях, на творческих каких-то нюансах? Бывают, редко. Мы очень вспыльчивые. Мы друг друга очень сильно любим, но каждый из нас не менее любит самого себя. В этом и есть, наверное, жизнь. Так же, как и муж и жена, мне кажется, всегда выходят из любой ситуации, встречаются с любой сложной ситуацией. Так же и мы. Мы уже плавно подошли к постановке «Счастливый поют», где вы с Айсулу исполняете роли Дед Пиаф и Фрэнка Синатри. Какое место занял этот спектакль в вашей творческой биографии? Насколько интересно было работать над ним? Один из самых ярких спектаклей, наверное, в моей карьере на данный момент – это «Счастливый поют». Мне кажется, мы с Айсулу там как две рыбки. две рыбки в большом красивом аквариуме, на который приходят посмотреть зрители. Для меня играет большую роль этот спектакль. Он как… он нас связывает с Айсулу. Не будь этого спектакля, могу сказать, что все могло бы быть иначе. Мы могли, конечно, разойтись, потому что разойтись в плане даже просто партнерства. Потому что Айсулу – человек свободный, она любит горы, она имеет очень много разных увлечений. И благодаря спектаклю «Счастливый поют» мы его играем не так часто. Мы все равно сближаемся, происходит какой-то перекресток. И в какие-то моменты секундомер на красном свете показывает не 30 секунд, а целых 98. Ну и отдельный вопрос, безусловно, будет посвящен спектаклю, который лично я очень люблю. Это спектакль «Проба». Спектакль «Лаборатория», посвященный поиску вопросов, творческих вопросов через призму биографии Рудольфа Нуреева. Безусловно, потрясающая ваша работа. И удалось ли вам ответить на вопросы, почему каким-то артистам даются главные роли, кто-то остается на всю жизнь в массовке? И может ли человек менять свою творческую судьбу? И как далеко он готов ради этого зайти? Благодаря спектаклю «Проба» мне удалось ответить на все вопросы, которые были заданы режиссером и мною лично. Спектакль мы отыграли два года, он побывал даже в Милане, его оценили миланские зрители. Массовка или главный герой? Все это управляемо, все это... Все возможно. То есть если артист хочет заполучить главную роль, он должен для этого делать все и ни в коем случае не останавливаться. И, конечно же, лишаться обычных человеческих потребностей, таких как личные отношения. Порой сон. Сон, конечно же, дети. Ну то есть ничего не может быть, только карьера. Ну а если ты готов работать в массовке, то легко, пожалуйста. Все это, конечно, комфортно. То есть у любого дорогого сыра есть своя цена. Но это тоже большая мышеловка. Потом ты, конечно, можешь остаться один. Стоит ли посвящать свою жизнь искусству, как это сделал великий танцовщик Урдольф Нуриев? На этот вопрос я еще пока не ответил. А так как не ответил, значит, лаборатория в силе. И в моих будущих планах есть воссоздание этого спектакля, но уже на большой сцене. Потому что на малой сцене театра «Артишок» на самом деле честно, и вопросы не такие большие. А сейчас, когда ответственность побольше, когда в зале уже помещается 200 человек, и ты один на сцене. Хорошая новость для поклонников спектакля. Проба Ченгиз. Лично вам, какой материал сейчас интересен? И есть ли режиссерские амбиции? Мне как актеру интересно кино, основанное на реальных событиях, скорее всего, либо по хорошей, добротной литературе. Режиссеры, я уверен, тоже есть. Но отчасти они также вынуждены поддаваться нашему сложному времени, когда очень много контента, когда человек сам выбирает смотреть, какие смотреть ему новости, какие фильмы ему смотреть, какие сериалы. Такое перенасыщение сейчас идет, что очень трудно сформировать вкус обществу. Важно, наверное, не переставать читать книги. Опять Станиславский говорил о том, что идет ослабление. Вот он еще в то время говорил, что это большая проблема в искусстве, ослабление нравственного и этического начала, которое ведет к деградации искусства. Очень важно воспитывать зрителя, воспитывать вкус, потому что актер, если он служитель, он должен идти немного впереди. Он должен быть немного культурнее, немного выше. Должен давать пример не только на сцене, но и в жизни. То сейчас актер, скорее всего, это прислужник. Человек-шут. Человек, который идет на поводу общества. Люди выживают. Я не могу их обвинять за это. Но во всяком случае, я точно знаю, что если какая-то заварушка, то лучше я посижу дома, так говорит Роберт Де Ниро. Чингис, поскольку мы заговорили о кино, какими киноработами вы гордитесь, в которых было вам очень интересно работать и сотрудничать с молодыми режиссерами? Сейчас идут съемки фильма, режиссером которого выступил выпускник двух американских киноинститутов. Мне очень повезло, потому что это авторский проект. Кино, где не торопятся. Кино, где не преследуется финансовая выгода. Кино, где есть настоящий сценарий, который был одобрен целыми пятью педагогами из России и той же Америки. Роль очень интересная, драматическая. Это молодой парень, который связался с наркотиками и пытается решить эту проблему с помощью своего творчества и своего становления как мужчины. На данный момент, наверное, из моей спины около 10-15 киноработ. Из них пять работ свежих, которые были сделаны в этом году. Буквально в этом году, да? Да. Можем их увидеть. И я не могу сказать, что я горжусь какой-либо работой. Скорее всего, я горжусь опытом, который получил, потому что это были действительно профессионалы. При выборе определенной роли или проекта, в котором ты работаешь, я всегда обращаю внимание на то, кто режиссер и кто оператор. Какой пост-продакшн. Это очень важно. Вот осенью выйдет фильм «Финансист», также выйдет фильм «Саташ» Тулигена Байтукинова. «Финансист» снимала выпускница в ГИКа Елена Лисасина, где продюсером выступила выпускница в ГИКа Анар Жунусова, где оператором был Вертиков, также выпускник в ГИКа. Думаю, что это получится очень качественный продукт, за который будет, во всяком случае, не стыдно. Гордиться я могу только театром. Спасибо большое за встречу, Чингис. Спасибо большое. Благодарю вас за интересное интервью. Ну, а завершить наш выпуск, друзья, мне хотелось бы высказыванием режиссера Джозефа Манкевича, который однажды сказал, «Жизнь в театре – это всего лишь сезон, но этот сезон может быть целой жизнью». На этом программа «Важно по душам» подошла к концу. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был замечательный артист театра и кино Чингис Капин. На этом я, Зара Исин Аман, с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин